Друзья, начинается новый сезон премии Европейской Ассоциации по звуко-изображению, а ножа AISO, определяющий, какая аппаратура может считаться самой крутой в своей категории. И сегодня мы посмотрим на лучшие в мире наушники сезона 21-22 годов, по мнению экспертного совета AISO. Встречайте, друзья, новейший Focal Clear MG. Мало того, чтобы вам было еще интереснее, я буду рассказывать о них в паре с другими наушниками Focal, LIS-T. Так что, друзья, ставьте лайк, если хотите больше роликов про новых номинантов AISO, ну и мои новые берлоги заодно. Садитесь в свитспот, мы начинаем! Французская компания Focal уже не первый год делает классные наушники. Причем у них есть разные, до невероятных утопий. Шедевры наушникостроения с бириллиевым драйвером и ценой почти в 3,5 сотни тысяч рублей. Первый заход в тему наушников компания Focal, уже более 40 лет производящая акустические системы, сделала почти десятилетия назад. Но найти свою нишу и застолбить свое место на этом поприще французам по-настоящему удалось в 2016-м, когда они решили использовать в наушниках лучшие из своих технологий производства драйверов. Так появились наушники Утопия с бириллиевым диффузором, об уникальных свойствах которого я много рассказывал в видеообзоре великолепной акустики Focal Sopra. Вы наверняка помните камертон из бириллия, который совершенно отказался звенеть. Если не видели, обязательно посмотрите. С тех пор прошло 5 лет, и сейчас в линейке Hi-Fi наушников Focal 4 модели. 2 с бириллием, это верхние Утопия и Стелия, и еще 2 с диффузором из других материалов, Селести и Клир МДжи. Обе новые модели, вышедшие в продажу в 2021 году, о которых мы сейчас с вами и поговорим. И почему это все будет максимально интересно? Эти французские красавцы очень близки друг к другу, но в то же время они максимально разные. Поэтому сейчас с помощью всего двух пар наушников мы очень широко охватим картину персонального аудиофильского звука этой уважаемой французской компании. Вон те синие Селести. Это младшая из четырех моделей, но вы сами видите, что по внешнему виду, используемым материалом и качеству изготовления, эта модель готова соперничать с любыми топовыми конкурентами. Диффузор здесь из алюминия и магниевого сплава. Такой материал можно встретить в твиттерах колонок Focal, линея Cora и Aria. Вот эти коричневые, Клир МДжи. Это модель, которая пришла на смену просто Клир, без МДжи. Модель, которая была чрезвычайно удачной, получила в свое время массу восторженных отзывов как от обычных пользователей, так и от экспертов. В итоге Клир получили премию Айза в категории лучшие хай-энд наушники. Так что теперь смело можно утверждать, что наушники Focal с именем Клир имеют две премии Айза. Первые Клир получили премию в сезоне 2018-2019 годов, а эти Клир МДжи сейчас в сезоне 2021-2022 годов. Все было хорошо, но Focal не сиделось на месте, и они решили улучшить и без того прославленную модель. Задача улучшить отличная сама по себе, очень амбициозная, и чтобы ее решить, инженеры Focal работали целых 4 года. Они решили, что нужно использовать другой материал диффузора. Им стал магний, но уже не в сплаве с алюминием, а сам по себе, в чистом виде. Кстати, нельзя не упомянуть, что плотность магния даже меньше, чем плотность бериллия. То есть магниевый диффузор должен быть даже легче бериллиевого, представляете? В общем, все здорово, но была одна проблема. Магний на воздухе покрывается пленкой оксида, и чтобы добиться стабильности и нужных свойств, Focal'овцы долго подбирали специальный состав, которым будет покрыта эта тонкая магниевая мембрана. В итоге они что-то придумали. Что именно за состав, который там напыляется или наносится как-то на магний, мы не знаем. Но результат налицо. MG в названии модели – это от обозначения магния в таблице химических элементов. MG, да, магнезиум. Итак, Celestine – синие, закрытые наушники. ClearMG – открытые. И это наиболее сильное их различие. В плане технических характеристик они довольно близки. Сами посмотрите. Импеданс их различается на 20 Ом. Чувствительность на 1 дБ. И у открытых ClearMG верхняя частотная граница выше на 5 кГц. Кстати, Focal – это наушники с динамическими драйверами. В Celestine вот здесь установлены динамики диаметром 40 мм с диффузорами из алюминиево-магниевого сплава. Они имеют М-образную форму в поперечном сечении, который помогает мембране быть более прочной. У вот этих ClearMG уже более серьезный драйвер. Здесь точно такая же конструкция с 40-мм диффузорами М-образной формы, но выполнены они уже целиком из магния, как мы знаем. И вот эти диффузоры они 4 года делали. Все это для того, чтобы сделать максимально легкий и прочный диффузор, постараться приблизиться к бериллию, насколько это вообще возможно. В общем, у нас с вами тут близкие по паспортным данным наушники с очень похожими динамиками, но с разным материалом диффузора. Но опять же, в теории разница тоже не то чтобы велика. Магний с алюминием против просто магния. Ну и различия в акустическом оформлении. Синие закрытые, коричневые открытые. В материальном плане разница между ними... Хотя нет, пожалуй, я озвучу это немного позже, чтобы вы постарались воспринять информацию о них, не привязываясь к стоимости. Сразу, конечно, хочется начать встречать их по одежке. Сами видите, это очень красивые вещи. Я думаю, что со мной согласятся все, равнодушным тут остаться невозможно. Изящество и интересные решения в них повсюду. Кому-то, конечно, это все может показаться недостаточно суровым. Но в целом, как мне кажется, дизайн их гендерно-нейтральный и суровый мужчина не станет в них как-то особенно женственно выглядеть. Зато в плане субъективных ощущений и Celeste, и ClearMG ощущаются действительно премиально. Металл, кожа, алькантара, сочетание фактур. Все это, если не на голову выше, то уж точно круче большинства наушников в принципе. Не зря Бенкли выбрали фокал для создания своих фирменных наушников. Причем, что мне нравится, глядя на них вообще нельзя сказать, какие из них дороже, какие дешевле. И это относится не только к этим двум наушникам, а вообще ко всей их линейке домашних полноразмерных моделей. Теперь хочется показать, как они поставляются. В нетривиальной коробке ClearMG обнаруживается кейс для хранения и отдельный бокс с аксессуарами. В комплекте с наушниками идут два кабеля. Классический с 3,5 мм джеком и балансный. У Celeste комплектация немного проще. Тут отдельного бокса с аксессуарами нет, потому что в комплекте только один стандартный кабель. Но кейс точно такой же. Переходники на 6,3 мм, разумеется, тоже есть в комплекте к обоим наушникам. Темно-синие Celeste шикуют медными акцентами и кожаной отделкой. Кожа здесь не только в оголовье и амбушюрах, но и с внешней стороны чашек, накрытая металлической пластиной с круглыми вырезами, создающей вот этот узнаваемый вид наушников Focal. И, кстати, даже внутри чашек вы встретите металлическую защитную решетку медного цвета. Шик! Clear MG еще более яркий. Здесь сочетается больше форм и фактур. Корпуса имеют открытую конструкцию, и там, где у Celeste была кожа, здесь сетчатый материал, который накрывает металлическая пластина с гексагональным узором. Амбушюры здесь из перфорированной алькантары, а внутри хромированная защитная решетка, спрофилированная, повторяя по форме, М-образную геометрию магниевого диффузора, который хорошо виден сразу за ней. Мягкие оголовья у обоих наушников сделаны из кожи и алькантары, и тут нужно, конечно, сказать о посадке. Она максимально комфортная и у тех, и у других. Давление, оголовье и прижим чашек абсолютно образцовые. Конструкции весят достаточно прилично, 430 и 450 граммов, и при этом посадка на моей голове такая, что ты их ощущаешь лишь номинально. Никакого лишнего давления на голову не оказывается вообще, и я вот в них сидел эти дни просто часами. Очень комфортные наушники, действительно, никаких проблем не вызывают. И что еще интересно, подвижность суставов здесь очень небольшая, но все настолько выверено, что наушники действительно нельзя упрекнуть в качестве посадки. И вот вам еще одна деталь. Вот этот шарнир подпружинен, и благодаря этому, вероятно, они всегда садятся на голову оптимально. Единственное, отмечу субъективную вещь. Прикосновение кожаных амбушюр Celestia мне нравится больше, чем алькантары ClearNG. Ну, просто приятнее. В этом плане хочется отметить, что вообще все мое общение с этими наушниками так или иначе взывает каким-то удовольствием. Эти наушники делают из тебя прямо гедониста какого-то. И это относится не только к тактильным и визуальным ощущениям, но и к тому, как ты в них слушаешь музыку. Но прежде чем мы поговорим о музыке, скажу пару нелицеприятных вещей об этих красавцах. Хотя вот глядя на них, вообще трудно представить, да, что с ними может быть что-то не так. Кабели, друзья. Не то, чтобы я считал их плохими, вы сами посмотрите, какие потрясающие у них коннекторы, разделитель, с каким вниманием они сделаны. Но что у меня вызвало вопросы? Во-первых, кабель жестковатый. А во-вторых, комплектный небалансный кабель имеет длину всего 1,2 метра. Это короткий кабель. И вкупе с жесткостью он иногда меня раздражает. У ClearMG есть второй трехметровый балансный кабель, и поэтому с ним такой проблемы почти нет из-за большой длины. Но в случае с Celeste это единственный их кабель. И это может кому-то доставлять неудобства. Вот он, этот кабель. И, ну, как бы не то, чтобы это прям сильно критично. Я, конечно, придираюсь. Но просто на фоне невероятного педантизма и внимания к каждой мелочи в этих наушниках, короткий и жесткий кабель выглядит немного странно. Ну, вот вы сами посмотрите. Вот он. Он постоянно держит эту вот загнутую форму. И когда он у тебя вот так вот перед тобой, он здесь может вот просто вот так висеть. Ну, может быть, со временем это и справится. Но, по крайней мере, у новых наушников вот так. В остальном же, ребята, я абсолютно уверен, что вы больше ни в чем не сможете к ним придраться. Фокал сделали эталон. Ну, разве что кому-то может не понравиться их цена. Celeste стоят почти 110 тысяч, а открытые ClearMG без малого 160. И вот теперь давайте мы поговорим о звуке и о том, какова разница в их звучании. Фундаментально, и те, и другие я бы назвал комфортные мониторы. И те, и другие совершенно не утомляют в длительных заездах. Они всегда источают наслаждение. Но все же на весах Celeste я замечаю перевес в сторону комфорта, а у ClearMG в сторону мониторности. Плюс закрытые больше изолируют тебя, и звучание их более камерное. Хотя вот для закрытых наушников они очень круто строят сцену. Звук их вообще не зажат внутри головы, и я даже когда их вот лоб в лоб сравнивал, то разница в построении с открытыми вообще не бросается в глаза. Хотя да, конечно, ClearMG заметно свободнее звучат благодаря своему открытому оформлению. Например, вот послушайте новейший альбом с ремиксами Кранбин, а точнее ремикс-версию их последнего альбома Мордекай. Этот забавный психодел получил в этой пластинке взгляд с другой точки зрения. С одной стороны, это все тот же забавный тайский фанк, но уже с легкими нотками электронного звучания, ломаных ритмов, лупов и всего такого. Celeste оказываются очень хороши в дисциплине такой смешанной музыки. У них очень приятная, открытая, максимально дышащая середина, и поэтому в звуке много важных подробностей. В то же время, они остаются достаточно комфортными благодаря тому, что края диапазона не акцентируются, на низах нет навязчивости, а верх достаточно мягкий и такой совсем слегка теплый. ClearMG в сравнении звучат с большей широтой и воздушностью. Середина приблизительно с тем же характером подана, но ощутимая разница есть на краях диапазона. Низ сильнее и лучше очерчен, он плотнее и более собран, а на верхах больше ясности и точности. И в целом, открытые наушники более детальные, здесь вообще всей этой аудиофильской вкусноты больше по всему диапазону. Но вот характер у них точно такой же гидонистический, ClearMG также источают сплошную красоту. Благодаря такому характеру и действительно высококачественным драйверам, фокалы отлично справляются с живой музыкой любой сложности. Вот вам хороший лайф-альбом Symphonic, AC-джазовых легенд The Eury Corporation, записанный вместе с пражским симфоническим оркестром Philharmonic Orchestra. Filmharmonic Orchestra, наверное. И Celestie, и ClearMG сконцентрированы на вокале, они подают его точно, близко, в мельчайших подробностях, но Clear все-таки поподробнее. Все голоса очень приятно звучат, ты прямо какую-то магию ощущаешь в вокале, настолько он хорош. Добавьте сюда общую разборчивость середины. Картина всегда предельно прозрачная, инструменты симфонического оркестра слышны во всех тонкостях, но они не перегружают тебя, и это важно. Нет в характере этих наушников надрыва, крика или агрессии. Вот ClearMG хоть и звучат довольно строго и детально, но даже на насыщенной оркестровой музыке ты обращаешь внимание на красоту, на мелодику в первую очередь, а не на интенсивность и объем музыкальной информации. Что касается тяжелой музыки, меня так и подмывало в сто пятисотый раз рассказать о том, как тут звучит французская гаджира, но нет, расскажу про сингл шведского Sabaton. Пара их свежих веселых песенок, если честно, показалась мне звучащей, ну как-то уж слишком комфортно. Звуку фокал на этой музыке хочется прибавить градуса агрессии и злобы, которые у них почему-то здесь нет. Такое ощущение, что Sabaton объелись пирожков с пивом и вышли играть. Вроде бы, ну все ок, ну не ок, на мой взгляд. Меня этот результат, конечно, не удовлетворил, и я пошел искать счастье в другом месте. Мастодон подошел как нельзя лучше, и должен сказать, что с американским металлом у французских наушников проблем не возникает. Clear MG отлично пилят ракешник с достаточным количеством мяса, с нужной остротой и хорошим активным пончевым низом. Единственное, они все равно тебе постоянно норовят подсунуть вокал или гитарный соляк. Мол, смотри, какая же красота здесь. Ну и если бы они были чуть более скоростными на тяжелой музыке, ей бы это пошло на пользу. А вот что касается Celeste, то они мне показались более рок-френдли, потому что на фоне Clear они чуть более темный характер на металле показывают. Лично мне больше нравится, как звучат гитары в их исполнении. Да и вообще металл с них как-то чуть более округло, густо звучит. Это чистейшая вкусовщина, конечно, но мне как раз такая подача ближе. Хотя вот одеваешь снова ClearMG и понимаешь, проработка все-таки здесь серьезнее, и здесь нет той лишней мягкости на высоких, что есть у закрытых. В общем, друзья, никто не идеален, как говорится. Это я в том числе про себя и свои предпочтения. По звуку эти наушники, как мне кажется, подойдут и меломанам, и аудиофилам, потому что первые оценят именно их музыкальность, то, насколько они вовлекают тебя, а вторые смогут наслаждаться их точностью и вниманием к деталям. Если хотите мою личную рекомендацию, то меломанов я бы отправил к синим наушникам в первую очередь, а аудиофильски настроенных граждан – к коричневым. Что же касается всего остального, с точки зрения эргономики, качества исполнения и общего ощущения крутой вещи, этим наушникам действительно мало равных. Интересная нетривиальная колористика, безупречные дорогие материалы, красивый дизайн и комфортнейшая посадка делают свое дело. По этим параметрам, что Celeste, что Clear MG – абсолютный топ, находящийся практически на уровне их референсной модели Утопия. Фокал действительно сделали очень крутые, серьезные наушники, в очередной раз подтвердив, что их громкое имя – это синоним высокого качества, классного звука и, конечно же, безупречного вкуса. КОНЕЦ КОНЕЦ